Самарский певец Эдуард Шарлотт В январе Самары запустят 4 регулярных прямых рейса. Об этом сообщили в пресс-службе одной из авиакомпаний. Так, первый авиарейс Волгоград запланирован на 15 января. Самолеты будут летать по понедельникам. Полеты в Новый Уренгой планируют начать 18 января. Сначала перевозки будут осуществлять по четвергам, а затем и по вторникам. А на 7 утра 19 января запланирован первый рейс из Самары в Челябинск. Поначалу самолеты туда будут летать только по пятницам, потом еще и по понедельникам. В Самаре прошел традиционный рождественский концерт. Он организован Самарской митрополией при поддержке правительства региона в честь одного из главных православных праздников – Рождества Христова. В праздничном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил митрополита Самарского и Новоковишевского Сергия, чьими высокими служениями укрепляется православная вера, за традицию проведения рождественских концертов в Самарской области. Губернатор отдельные слова благодарности адресовал артистам, участникам вокальных, танцевальных, инструментальных коллективов, которые выступили на рождественском концерте. Родители в декрете могут выйти на работу и продолжить получать пособия. Такие изменения в законодательстве Российской Федерации вступили в силу с 2024 года. Служба исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России выяснила, что 36% родителей из регионов Поволжья с детьми до полутора лет готовы выходить на работу ради дополнительного дохода. Чаще всего это стремление продиктовано материальной необходимостью. В 66% случаев родители хотят развивать карьеру, каждый третий не готов терять связь с коллегами. По 3% ответов – это требование вернуться на работу от начальства или от супруга. Уже скоро жители региона ждут длинные выходные. По информации Министерства труда Российской Федерации, в честь Дня защитника Отечества отдыхать граждане будут три дня – с 23 по 25 февраля. В Международный женский день выходные продлятся с 8 по 10 марта. В мае выходные начнутся 28 апреля, а закончатся 1 мая. При этом в субботу 27 апреля будет рабочий день. Дни с 9 по 12 мая также будут выходными. 12 июня День России пройдет одним днем. А 4 ноября, в День народного единства, работающих на пятидневке, ждет рабочая суббота 2 ноября. Готовиться к встрече следующего года жители Самары начнут тоже заранее. 29, 30 и 31 декабря будут выходными. 44-летний американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации. Представитель спортсмена сообщил, что боксер взял себе отчество Владимирович в честь президента России. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года. Алкогольное мороженое в России будут продавать по правилам спиртных напитков. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации. Напомним, с 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходимы лицензии. Есть и другие ограничения, например, запрет на продажу несовершеннолетним. При этом существует список товаров-исключений, которые не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из списка.